Добрый вечер! Вы смотрите программу «За чертой». Меня зовут Ольга Коростелёва и в ближайшие 20 минут я расскажу вам о самых резонансных событиях уходящей семидневки. В Харькове произошел очередной взрыв в высотке. Четыре человека погибли, а на Московском проспекте в собственной квартире был убит судья Фрунзенского суда. Преступники обезглавили служителя Фемиды и всех членов его семьи. Об этом поговорим буквально через минуту. В высотке на Московском проспекте взорвался газовый баллон. Слышишь взрыв? Он подошел чуть-чуть ближе, меня как толкнуло волной. Четверо жителей квартиры, в которой был эпицентр взрыва, погибли. В живых осталась одна девочка-подросток. Питается самостоятельно. Сегодня уже разрешили ей походить. В Харькове жестоко убили судью и членов его семьи. Одна людина была еще жива на момент высечения головы. Дело взяли под контроль Генпрокуратура, МВД и президент Украины. Правоохранители рассматривают три версии. Это преступление готовилось. Оно не возникло в срочности какого-то конфликта, как это бывает. Об этом свидетельствуют определенные доказательства. За смерть ребенка должен кто-то наказание понести. Родители новорожденной девочки из новой водолаги, которая умерла в больнице, хотят провести частное расследование. Если вина будет доказана, соответственно, будет приняться соответствующее решение в отношении работников медицины. Делом уже занимается милиция и прокуратура. В Харькове уже второй раз за полгода произошел взрыв газа. Трагедия случилась в воскресенье вечером на Московском проспекте в районе станции метро имени Масельского. Эпицентр взрыва находился в квартире на 10 этаже 16-этажного дома. Пожар был такой силы, что люди выпрыгивали из окон. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли. Подробности случившегося в сюжете. Взрыв в доме на Московском проспекте прогремел в воскресенье вечером. Взрывная волна прокатилась на несколько сотен метров. Я вот проходил мимо, вот, в 83-й школе. И слышал взрыв. Ну, подошел чуть-чуть ближе, меня как толкнуло волной. Ну, я так упал чуть-чуть в туфелье. В эпицентре, на 10 этаже 16-этажки, моментально разгорелся пожар. Огонь охватил еще четыре квартиры. Сергей одним из первых прибежал на место происшествия. Рассказывает, слышал, как в горящей квартире кричали люди, просили о помощи. А затем из пылающего оконного проема выпрыгнула женщина. Ну, пока мы подбежали, поднимаем глаза, а женщина летит, видимо, взяла на себя ребенка, может, младшего или какого-то, и упала, и с собой как бы смягчила. И они как бы разлетелись в разные стороны. Вслед за ними выпрыгнула еще девочка. Ее увезла скорая, но в реанимации ребенок умер. 13-летняя Кристина – единственная выжившая из квартиры, где прогремел взрыв. Сейчас она в ожоговом центре. У девочки поражено больше 60% тела. Врачи говорят, обожжена голова, верхняя часть туловища, но больше всего руки. Тем не менее, ребенок в сознании. На пожаре погибли две сестры Кристины – Люба и Саша. Мама и маленький племянник. Сегодня их похоронили, но о том, что девочка потеряла почти всех близких, ей пока не говорят. В больнице остаются еще двое пострадавших. Мужчина – у него сломан позвоночник. И женщина – у нее ожоги и переломы. Тем временем в доме на Московском проспекте закрывают окна и балконы, чтобы из-за морозов не прорвало трубы. Электричество включили пару дней назад. По некоторым стоякам уже пустили воду. Специалисты все еще оценивают масштаб трагедии. «Перегородки упали. Наружные панели тоже вышли из нормального зафиксированного положения. На 16 этаже шахта лифтов тоже разрушена, и лестничная клетка разрушена. Волна пошла наверх воздушная и выдавила». Всех людей из 16 этажки отселили. Кого-то из пострадавших приютили родственники. Больше полусотни разъехались по гостиницам. К вечеру следующего дня после взрыва людям разрешили взять некоторые вещи. Ведь многие выскочили на мороз даже без обуви. «Не понимали вообще, что это такое – землетрясение, или это пожар, или это комета, или это предсказанная майя. Поэтому выбегали, конечно, в чем стояли, без документов, без теплых вещей, без ничего». Сколько времени и денег понадобится на ремонт дома, чиновники пока точно не подсчитали. Но уже знают – просить финансовой помощи будут в Кабмине. Правда, из Киева до сих пор не пришли деньги за ремонт дома на улице Слинько. Его восстановили в конце ноября. «Это как называется? Это называется, что нам выделили деньги, денег по сей день нет. Мы это все сделали за деньги подрядчика, за деньги бюджета. Нам эти деньги крайне нужны, и казначейство деньги не платит». Что же касается причины взрыва, в МЧС утверждают, ею стал газовый баллон. Его остатки специалисты нашли на месте взрыва. А выжившая девочка рассказала, что в квартиру его принес отец. Баллон он собирался вывезти на дачу. Мужчину нашли и задержали правоохранители, но позже отпустили. Сейчас, по собственной информации за чертой, известно, что он пропал. На днях в первой столице в очередной раз ограбили ювелирку, а всех курильщиков на этой неделе выгнали из ресторанов и кафе. Об этих событиях минувшей недели вкратце в нашем дайджесте. На этой неделе в Харькове снова ограбили ювелирку. На этот раз неизвестные ворвались в ювелирный отдел супермаркета на улице Героев Сталинграда. Двое мужчин были в черных шапках и банданах на лице. Один из них остался караулить у входа, второй разбил молотком витрину. Преступники унесли с собой три лотка золотыми украшениями. По факту преступления в милиции открыли уголовное производство по статье «Разбой». В ДТП под Балаклией погибли два человека. Авария произошла недалеко от села Бригадировка. Водитель иномарки не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Водитель легковушки и его пассажирка погибли на месте. Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители. На этой неделе вступил в силу закон о запрете курения в публичных местах, барах и кафе. Теперь ни в одном заведении ресторанного типа нельзя выкурить даже электронную сигарету. Курильщикам придется выходить на улицу. Следить за выполнением закона будут и правоохранители, и сотрудники госпотребинспекции. Если курить в помещении станут посетители, их оштрафуют максимум на 170 гривен. А владельцам ресторанов за нарушение закона придется выложить до 10 тысяч гривен. Харьковчанам станет легче получить справки от милиционера. На первом этаже управления ГАИ открыли единый центр. Теперь здесь можно оформить документы о наличии или отсутствии судимости, разрешение на покупку и хранение оружия, провести экспертизу автомобиля. Правоохранители говорят, центр открыли, чтобы людям не приходилось ходить по разным подразделениям и райотделам. Но эти структуры по-прежнему будут выдавать документы наряду с новым учреждением. В Харькове в профессиональный праздник служители Эфемиды жестоко и дерзко убили судью Владимира Трофимова и всю его семью. В субботу утром тела погибших обнаружил знакомый семейство. Правоохранители сообщили, убийцы обезглавили четыре человека – судью, его жену, сына и подругу младшего Трофимова. Расследование дела взяли под контроль генпрокуратура, МВД и президент Украины. Какие версии рассматривает следствие в следующем сюжете. Эта новость буквально за пару часов облетела всю Украину и Россию. О жестоком преступлении говорят уже неделю, а в СМИ ЧП каждый день обрастает слухами. В субботу днем в собственной квартире убили судью Фрунзенского районного суда Харькова Владимира Трофимова. Убийцы лишили жизни и всех членов его семьи – жену Ирину, сына Сергея и подругу Трофимова младшего Марию Зуеву. Всех обезглавили, а отсеченные части тела преступники унесли с собой. Следствие предполагает, что живым оставался сын судьи, но это должна подтвердить экспертиза. Ведь на телах погибших обнаружили еще массу других повреждений. На месте продолжают работать правоохранители, квартиру судьи опечатали. В интересах следствия много не говорят, и что именно стало причиной смерти семьи судьи – огнестрельные или ножевые ранения – тоже не уточняют. Достоверно известно одно – убийство тщательно планировали заранее. Это преступление готовилось. Оно не возникло в срочности какого-то конфликта, как это бывает. Об этом свидетельствуют определенные доказательства. До сих пор унесенные с места происшествия части тел правоохранители не нашли. Такое преступление, предполагают в милиции, совершил не один человек. Их было как минимум двое. Что же касается мотивов преступления, следствие рассматривает три версии. Убивство скояно с профессиональной деятельностью потерпевого Трофимова и его семьи. Убивство скояно невстановленной особой с метою завладения майном потерпели. А также третья версия – убийство скояно на замовление. Однако коллеги погибшего служителя Фемиды сомневаются, что причиной его гибели могла стать профессиональная деятельность. Делятся. Владимир Трофимов был скромным и неконфликтным человеком. В последнее время судья никаких громких дел не вел. Занимался преимущественно земельными вопросами. А последним решением присудил 800 гривен алиментов. Владимир Сергеевич проработал более 25 лет судьей. Из него были 20 лет специальности Афонского районного суда. Человек был очень скромный в бутылке, неконфликтный, никаких претензий к нему не было никогда. У погибшего Трофимова остались пожилые родители. Они живут в доме напротив. Сейчас с ними работают психологи. Старикам до сих пор не рассказали обо всех деталях произошедшего. Футбольные болельщики и харьковские правоохранители устроили массовую потасовку под стенами областного управления милиции. Об этом и многом другом я расскажу вам во второй части программы. Мать с сыном инвалидом осталась без жилья. Внука и невестку из квартиры выгнала свекровь. Она постоянно унижала Сашу. До того, как они попали в больницу, Саша сказала, что по нему плачет 15-е, что он дебил. Футбольные поклонники напали на областную УВД. Вечером болельщики вышли под стены областной милиции с требованием отпустить осужденного за убийство столичного фаната. В какой-то момент просто раздается команда «Пошли!» и с хриком «А!» милицейский строй бросается на малолеток. Родители новорожденной девочки из новой водолаги, которая умерла в больнице, хотят провести частное расследование. Делом уже занимаются милиция и прокуратура. За смерть ребенка должен кто-то наказание понести. Харьковские футбольные фанаты прошлись маршем по городу и устроили массовую драку с харьковскими правоохранителями. Инцидент произошел в канун выходных. Таким образом, болельщики решили выступить в поддержку киевских фанатов, которых осудили в столице за убийство. Акция в итоге закончилась арестами, но очевидцы утверждают, провокации были с обеих сторон. С лозунгами «Речевками» колонна в полтысячи футбольных фанатов пришла от станции метро «Спортивная» к областному управлению милиции. Там стали требовать отпустить киевских болельщиков Сергея и Дмитрия Павличенко. Их осудили за убийство столичного судьи. Через несколько минут пикет прирос в массовую потасовку. Стоят фанаты, стоит милиция. Фанаты орут. Орут то, что нельзя будет даже процитировать по отношению к милиции. Сотрудники милиции тоже стоят. Стоят в напряжении. Потом внезапно начинают бежать. Почему началась драка и пикетчики, и милиции объясняют по-разному. Правоохранители во всем винят активистов. Мол, они оскорбляли и провоцировали сотрудников ведомства. Участники бросали куски снега. Выражались нецензурной обравлению. Как в адрес прохожих, так и в адрес работников милиции. Использовали пиротехнику. Версии очевидцев разнятся. Одни подтверждают, активисты действительно вели себя вызывающе. Причем не только под зданием обоуправления милиции. Всю дорогу, начиная от стадиона «Металлист» до самого конца, была напряженка. Потому что фанаты, спрятавшись друг за друга, как-то бросали снег в милицию, бросали петарды в их сторону и фаера. Другие зачинщиками беспредела называют правоохранителей. Фанаты прохожих не трогали. Люди ходили свободно, мимо там, кто хотел. В какой-то момент просто раздается команда. Пошли и с криком «А!» милицейский строй бросается на малолеток. При этом, рассказывает журналист Игорь Шараков, который стал очевидцем, милиция не вела под руки задержанных, а просто волокла по земле. Да и с представителями прессы правоохранители вели себя не по закону. «А то, что работники милиции препятствовали, это да. Даже мне лично под камеру, под мой фотоаппарат, которым я сейчас бросались, работники милиции, не руками закрывали, закрывали телом. Бросались прям под камеру, чтобы я не снимал, когда били людей. А людей били, и это я подтверждаю». Итог акции протеста такой. Два десятка человек привлекли к административной ответственности. Восемь арестовали на срок до 15 суток. Пятерых оштрафовали, троих предупредили. Остальных активистов, которые на судне явились, доставят туда приводом. В Харькове пенсионерка сел и выгнала из дома внука-инвалида. Уже которую неделю юноша вместе с матерью скитается по друзьям и знакомым. Несмотря на наличие прописки, вселиться обратно людям не помогли даже в милиции. Теперь дело за фемидой, но такие дела в судах рассматривают месяцами. Где жить все это время, оставшиеся без крова, попросту не знают. Саша 22 года. Он инвалид первой группы. Из-за тяжелого психического заболевания парень не может читать, писать и почти не разговаривает. Свои переживания выражает в рисунке. Сейчас парень с матерью живут у соседей. Из квартиры их выгнала бабушка. Соседи говорят, пенсионерка всегда недолюбливала внука и хотела от него избавиться. Она постоянно унижала Сашу. До того, как они попали в больницу, Саше сказала, что под ним плачет 15-е, что он дебил. Отправлять сына в психбольницу Галина отказывалась. После очередного скандала пенсионерка и ее сестра попросту вытолкали родственников из квартиры. Когда вот эта драка произошла, я смотрела в глаза своей свекрови и говорила, «Что ты делаешь? Это твой внук. Ты посмотри, как ему плохо. Что ты делаешь?» И они это продолжали делать. Они продолжали выталкивать, они продолжали прыгать, драться. Пенсия Саши – всего 800 гривен. Сама Галина не работает. Круглые сутки должна присматривать за сыном. Денег на аренду жилья у них нет. Попасть обратно в квартиру не могут. Пенсионерка сменила замки. Меня просто туда не пускают. Хотя там и остались и вещи, и таблетки, и все, как бы ребенка. Вот. И это его же площадь. Вот. Ну и нас туда просто не пускают. Уже не раз Галина приходила и умоляла свекровь пустить их с сыном домой. Пенсионерка в ответ только ругается. С журналистами женщина тоже общаться не пожелала. До свидания. Ну, хвиленку вашего часа все ж таки. А вот вызывайте. Ну, давай, что я буду вызывать. Галина возмущена. Ее сын прописан в этой квартире и жил тут с самого рождения. Женщина обратилась в милицию, но правоохранители оказались бессильны. Этот вопрос, гражданское правоохранение, нужно решить только в суде. Можно решить. Мы в этой ситуации можем только контролировать ее, чтобы там не нарушался общественный порядок, не было конфликтных ситуаций. Никто, не дай бог, чтобы друг с другом там не подрался. Юристы уверены, милиция просто не хочет вмешиваться в семейный конфликт. Мол, на самом деле, действия пенсионерки можно расценить как самоуправство и даже оштрафовать за нарушение закона. Пока же адвокаты помогли Галине составить иск. Уверены, женщина выиграет суд. Но слушания затянутся не на один месяц. Очень много дел. Сейчас у нас отчеты в судах годовые и суды загружены другой работой. И не существует оперативного рассмотрения таких дел. Это может затянуться на 2-3 месяца. То есть зима у нас благополучно закончится. Человек, по сути, на улице. У соседей Саша и его мать будут жить до Нового года. А потом, говорит Галина, придется ночевать на вокзале. Новый год. Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просьба сообщить по телефонам, которые есть на экране. Милиция разыскивает подозреваемого в совершении опасного преступления. Фрунзенский райотдел милиции сообщает. Мужчине на вид 25-30 лет, рост около 185 сантиметров, был одет в черный спортивный костюм с белыми полосками на рукавах, обут в черные кроссовки тоже с белыми полосками. Если вам что-либо известно о местонахождении подозреваемого, просьба сообщить по телефонам, которые есть на экране. Врачи, которые допустили смерть новорожденной девочки, совершили ряд ошибок. К такому выводу пришла комиссия облздрава. Напомню, в начале ноября в детской областной больнице умерла девочка из новой водолаги. В смерти ребенка родители обвинили местных врачей. Дескать, те вовремя не оказали помощь. По факту смерти новорожденной Дарины Гузенко в милиции начали досудебное следствие. Маленькой Даринке Гузенко был всего месяц, когда ее сердечко перестало биться. Причина смерти по заключению медиков – рак крови. Но ни родные малышки, ни врачи районной больницы в новой водолаге в это не поверили. Утверждают, Даринка родилась абсолютно здоровым, крепким ребенком. Через месяц у нее вздулся животик, но в Харьковской облбольнице в помощи отказали. Бабушка малышки говорит, врач поставила диагноз на глаз и отправила домой. Говорит, без УЗИ можно понять, у ребенка поросли грибы в желудку. Говорю, а что у нее? Молочница, инфекция, стафилококк. Через пару дней малышке стало еще хуже. Пришлось снова ехать в больницу. Но поставить диагноз врачи не сумели. Дескать, лаборатория на выходных не работает. Нам сказали, нигде в мире вам этот анализ до понедельника не сделают. Мы просто-напросто, ребенок лежал, умирал молча и никаких анализов нам не делали. До понедельника Даринка не дожила. А в смерти малышки родные обвиняют врачей. Уверены, те просто вовремя не оказали необходимую медицинскую помощь. Мы потеряли из-за нее целые сутки. Нам анализы в субботу никто не сделал. Если бы была эта пятница, мы бы узнали точный диагноз ребенка и принималось бы лечение. Почему малышку не госпитализировали сразу, решили разобраться в облздраве. Их проверка подтвердила. Врачи допустили ошибки на всех этапах лечения девочки. Дальнейшую судьбу медиков теперь должны определить правоохранители. В прокуратуре уже назначили ряд дополнительных экспертиз. Начальная задача – остановить, какой же все-таки был диагноз, каким правильным диагнозом он был доставлен в больницу, какой диагноз был первоначально установлен. И только лишь после того, когда в комплексе экспертиза нам сможет ответить на все эти вопросы, из этого будет исходить причинная связь между оказанием надлежащим и надлежащим сотрудников в больнице. В милиции по факту смерти Доринки открыто уголовное производство за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей врачами. В настоящее время мы пока не можем объективно судить о результатах проверки. Выписано постановление на проведение выемки истории болезни из больницы, где ранее ребенок проходил обследование, и из больницы, которая находится у нас на территории. Если вина будет доказана, соответственно, будет приняться соответствующее решение в отношении работников медицины. Отчего умерла Доринка и кто в этом виноват, пытаются выяснить и родные. Они хотят привлечь независимых экспертов для частного расследования. За смерть ребенка должен кто-то наказание понести. Мы надеемся. Сегодня украинские правоохранители отмечают свой профессиональный праздник. Традиционно уже с 90-го года тогда Верховная Рада официально утвердила День милиции. Стражей порядка принято поздравлять именно 20 декабря. От коллектива программы «За чертой» я поздравляю всех харьковских правоохранителей с праздником и благодарю за сотрудничество. На этом у меня все. Это была программа «За чертой». Смотрите нас каждый четверг в 8 вечера, а также в пятницу днем и в воскресенье ночью. Я же прощаюсь с вами до следующей недели. Берегите себя и своих близких. Партнер показу программы «Охоронная агенція Булат». Абсолютная недоторканість. Абсолютная недоторканість. Абсолютная недоторканість.